Ты, арбузный шрищный булки, щедрый сожидочный край, и на престоле свинит в Петербурге. Ты, ты еще малой. Олег меня зовут. Я понял, я Дима. Хотел спросить, как вы относитесь к войне Украины? Негативно отношусь. Я бы предпочел, чтобы Украина фаргментировалась мирным путем, а не военным. А вы поддерживаете свое правительство? Что значит правительство? Я вообще-то из Канады. Ты хоть бы спросил, откуда ее. Ах, лошок позорный. Здесь на этом перекрестке... Нет. Александр Второй. А, Александр. Это тот, кого коммунисты убили, да? Да нет. Коммунисты убили как раз Николая Второго. А Александра Второго убили народовольца. Будущие сэры. Так, а в каком это году сейчас? В 1881 году. В 1881 году. В 1881, 1 марта. В 1881 году. 1 марта. А вы, получается, ну, судя по вашим этапам иконочкам, я так понимаю, вы монархист? Ну, ретро-монархист, я же не говорю, что монархия это в современности хороший вариант, но я уважаю именно эпоху Александра Второго, конкретно его эпоху. Ну, ладно. В таком плане, где-то, да, в вашу позицию выбираю. Я так понимаю, вы находитесь не в России, да? Да, нахожусь не в России. Вы в Канаде? Да, в Канаде. Как вы, как житель Канады, ну, я даже не буду спрашивать, когда вы ехали, если это обстоятельство, как это вы мусульсу, а как вы вообще относитесь к... Да, можете спросить, я отвечаю от души. Как... События современности, как... Как... Ну, типа, человек, который косплеит империю, как вы относитесь к имперстам и амбициям современной Российской Федерации? Это... Ну, реализация мне не нравится, особенно после слива Харьковской области, я из Харькова уехал. В Канаду. Вы... Вы... Серьезно? Вы... То есть... Вы... Житель Харькова, вы ехали в Канаду, вы монархист Российской империи? Да. Ух ты, вот это комбо! Слушайте... Потому что город Харьков за всю свою историю наиболее успешен был именно в Российской империи. А именно во времена Александра Второго и Александра Третьего. Ну... Окей. Если... Если... Типа в историческом контексте... Окей. Я, может быть, соглашусь, но там есть некоторые... Нюансы. Да. Но... Это... Очень странно, почему человек из территориальной Украины эмигрирует в Канаду не... Ладно, хорошо. А... Так что вас удивляется? Из Украины многое эмигрирует в Канаду. Ваша диаспора третье место занимает по численности в Канаде. Между прочим. А... Тоже... Важный вопрос. Почему вы говорите «наша диаспора»? Ну, я же не украинец... Я же не украинец этнический. А вы... Я презюмирую вы этнический украинец. Ну, по крайней мере, наполовину. Вас есть немножко кавказского, возможно, но... Буквально на одну восьмую. Буквально на одну восьмую, может быть. Это не совсем кавказское. Это больше... Ну, или еврейское. Молдавское и еврейское. Да. Да, да, да. Ну, я думаю, что более чем наполовину вы этнический украинец, раз уж в Киеве живете. Ну, вот, если говорить до третьего солена, это больше русские крови, чем все остальные. На самом деле. На самом деле. Значит, вы должны понимать, что диаспоры в западных странах, они формируются чисто по этническому принципу. Поэтому, если я говорю ваша диаспора, я могу сказать китайцу... Китайцу я тоже скажу ваша диаспора. Поскольку я не имею отношения к китайской диаспоре. Поскольку я не являюсь этническим китайцем. Поскольку я не являюсь этническим украинцем, я не отношусь к украинской диаспоре. Поэтому я называю ваша диаспора. Как пример яркий, почему именно по этническому, допустим, нет северокорейской диаспоры и южнокорейской. Есть одна корейская диаспора, они считают себя одним народом. Но на самом деле это так, просто они разделены в силу геополитической. Но традиции у них абсолютно одинаковые. И вот в корейском районе никто не делит, это с северной Кореей или с южной. Они все корейцы. Вот это как яркий пример, что именно по этнической компоненте все идет диаспоры. С украинцами чуть другая история, потому что вот та диаспора, которая была сформирована, это получается когда? В 17-е веке. С украинцами, я вам поясню, вам это... Это более типа на религозной основе, чем на иконке. Да, да, вам будет это интересно. Просто когда формировалась украинская диаспора, они все были эмигранты из Австро-Венгрии, из Галичины, из тогдашней Австро-Венгрии, когда формировалась. И они были католики. Ну, не все, но в зависимости от того, в какое время происходило это... Ну, я говорю, когда формировалась в конце 19-го века украинская диаспора, это были выходцы из Австро-Венгрии, исключительно католики эмигрировали из Австро-Венгрии. Да, но вот, допустим, в 20-м веке, типа, этот католический гриш был очень сильно разбавлен. Был, да. И сейчас разбавлен. Сейчас православных много ваших эмигрирует, я согласен. Но это уже сейчас не имеет значения религиозные компоненты, как тогда. Ну, скажем так, ну, этнически, сейчас, ну, тоже, наверное, типа, если сказать в Канаде, типа, какие-то, типа, что, типа, если у тебя черные волосы, кори глаза, и у тебя, там, как-то, черная борода, что ты, типа, там, не украинец, это будет встреча, наверное... Да нет, ну, я, это, это все понятно, все понятно, ну, но тем... Ну, черепов, там, перемешивание кровей, типа, весь период, там, если так, два столетия от сегодняшнего дня, то, типа, на этническую тему давить... Ну, ладно, хорошо, это такое, ну, я хотел спросить, как вы относитесь к современным событиям? Ну, к современным, я, в смысле, вы имеете в виду на российско-украинском фланге, что ли, военных действий, или что? Да, да, да. Потому что в современных много в мире, ну, а, конечно, негативно я отношусь. Война – это плохо, я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем, конечно. Я всегда говорю корректно, некоторые говорят, чтобы это развалилось, это, слово развалилось нехорошее, оно несет негативную коннотацию. А я употребляю интеллигента, фрагментировалась. Скажем, ну, вот давайте я побуду адвокатом дьявола, типа, как украинец, который... Давайте, давайте, побудьте. Контр-аргументируйте, короче, мой тезис. Даже нет, не контр-аргументы, а наоборот, типа, придача аргументов к вашей точке зрения. Мне почему-то кажется, что современный строй, политическая такая-то движуха российская, которая затеяла то, что она затеяла в 14 году и потом, в 24 феврале этого года, она сделала огромную ошибку, потому что вот будет очень, очень хорошо. Это прям, я запомнил этот аргумент, фрагментация. Можно ж было бы купить абсолютно всех политиков через телеканалы и сдать абсолютно все сертифики, которые не кормят российского общества. Ну, я согласен. Это и пытались сделать, да. И принять в ЛОНа Российской Федерации огромную, сороканалимонную страну. И мы бы стали союзниками. Ну, я понял, я понял. Дело в том, что я вам поясню, почему. Что украинские политики очень быстро перекрашиваются и перебегают, ну, как бы битрейт делают, продают. А те, кто не продают, тех убивают. Например, Кушнарева, да? Я вот поклонник Кушнарева движения в свое время был, которого убили в седьмом году, если вы помните. Да, да, я помню, я был студентом, я это очень хорошо помню. Да, а сейчас... Ух, это еще надо... Да, это был такой неплохой, типа, руководитель. Вот меня бы эта ситуация, вот описанная вами, не очень устроила. Хотя бы она устроила, скорее всего, российские власти, если бы она была реализована. Ну, я уверен, что в то время, если бы Кушнарева не убили, Кушнарева бы просто принесли бы и проходили в свете. Ну, естественно. Он был намного... Он был второе лицо в партии регионов, и было намного образованнее Януковича, это безусловно. Конечно, да, да, ну, типа, вы сравните Януковича, я абсолютно... Ну, а вот о ком, а вы же, раз вы следите, вы и хорошо должны помнить ситуацию в Украине в четырнадцатом году, правильно? Ну, конечно, да. Помните момент, когда Янукович улетает из Киева, прилетает в Харьков? Двадцать второго февраля четырнадцатого года. Кому-моему, это было не в двадцать... Ну, двадцать четвертого, может быть. Ну, в двадцатых числах, короче. Кому-моему, раньше это было... Не, не раньше, не раньше. Нет, он, может, приезжал в Харьков ранее, но и на этот скандальный визит последний, после которого он свалил в Донецк, а потом в Крым, это было двадцать второго, не раньше. Может, позже, на день, на два, но не раньше. Так вот, он прилетал в Харьков в полной решимости идти на съезд юго-восточных губернаторов, которые съехались ради этого в Харьков, в дворец спорта, должно быть, там. Ну, проходил он уже без Януковича. Вот, он был, он был полон решимости идти, но по одной версии, после некого звонка, который ни одни спецслужбы не могли засечь, откуда звонок, он резко изменил свое решение, сел в джип и умчался в Донецк. Там, где его обстреляли на границе, в районе Изюма, между Харьковской и Донецкой областями. У вас есть какая-нибудь версия или, возможно, мысли, почему он так резко изменил свое решение, почему он не пошел на съезд? Есть. Высказывайте. Ну, вот так. Типа, если очень кратко, то выглядит, там, вот с моей стороны, вот когда прям жарельный петух клюнул задницу, и он побежал с Киева. Нет, ну, с Киева он логично побежал, потому что Киев это не его город, Майдан против него, но в Харькове все было за него, но он на съезд все равно не пошел. А почему? Не согласен. По поводу Харькова, потому что там тоже, типа, своя, типа, политическая движуха была, которая тоже хотела, типа, решать, какие-то с ними потолки. Ну, допустим, да. Грубо говоря, вот почему он так сильно, быстро, ладно, с Киева, типа, он... С Киева понятно, почему, вопросов нет. Он испугался Майдана, это все логично. И с Харькова почему он бежал? С Харькова почему он так сильно бежал? Ну, потому что ему сказали, видите, выезжай, мы тебя ждем. Ну, невозможно, чтобы тот человек из Харькова ехал куда-нибудь на Донбасс, тогда, вот именно в то время, вот именно в то время, потому что у Никита. Для него ситуация была не совсем понятна, потому что в Харькове, если, допустим, в Харькове, у него была хотя бы какая-то подготовленная база для того, чтобы что-то делать, будучи на территории Украины. У него была база, его... Нет, я вас перебью, перебью, уточняющее просто. У него была база, губернаторы съехались, чтобы подтвердить свое подчинение ему. Ему приготовили офис президента в Госпроме. В Держпроме, по-вашему. Да, да, я знаю, я знаю, что такое гастром, но, насколько я помню, в тот момент, когда проведение заседания, в это время Никита был уже либо на территории Сыма, либо уже в Ростове. То есть это было уже, типа, уже далеко за утро, это где-то под обед, то есть он уже успел обстреливать заехать. Ну, это уже да, там много этих вариантов. Я просто говорю, что вот этому событию несправедливо мало уделяют внимания, поскольку, если бы он пошел на съезд, никакой войны бы не было и в 2014 году. Знаете почему? Не уверен. Нет, но дело в том, что ситуация такая была. Если бы он пошел на съезд, те губернаторы, которые вот 10 областей или 11, да, включая Крым, которые съехались ему подтвердить свое подчинение, он бы остался ими руководить, это бы оставалось бы легитимной Украиной, которая подчинялась бы ему. А вот другая Украина, вот Киев, Полтава, они бы отказались подчиняться Януковичу. Они были все эллиниатами? Нет, они бы организовали быстренько свое государство. Сначала нелегитимные несколько дней, но Запад бы быстро признал вас. И образовалась бы вторая легитимная Украина. Вот Киев, ну, кроме Юго-Востока. И поскольку две легитимных Украины, они бы добазарились бы всякой войны о мирном разделе, как Чехословакия в 93-м. В чем, как бы, проблема в этой истории, типа, вот Киевниковича и его, типа, вот этим детям? В чем она заключается? Ну, вот эта коллегия правовая. В том, что, почему, вот там, где Западный мир, после бедства Януковича, признал Украину, как, так, суверенная и не потерпевшая, в потере государства, территория. Дея в том, что президент, как, занимая моя должность, он, как бы, кресло, его осталось. Убежал только человек, который занимался кресло, наемный работник. Ну, тогда был избран, ну, то есть, был уволен по каким-то, и сейчас мы не будем вам сказать, почему там был уволен. То есть, в какой-то момент государство, само государство Украины поняло, что президент не легитимен, и его полномочия принимает парламент. Вот ты эту идею поддержал Западный мир, и он, как бы, он такой, ну, ладно, Янукович там, по нашим данным, уехал, его украли. Ну, я знаю эту хронологию, я знаю эту хронологию, я не оспариваю, я согласен. Как версия, это вполне, да. Я тоже не пытаюсь спорить, и мы сейчас просто... А вы, а вы, а вы по профессии или образованию не юрист, случайно? Не, не. Просто вы употребляете такие фразы юридические, коллизия права, мне понравилось. Обычно это чисто юридический термин. Скажу так, не хочу хвататься, но, типа, такое, типа, начитан, иногда, там... А, а какое у вас образование, если не секрет? Так, вот, то, которое по диплому, оно, вот, как в дипломе написано, это экономическое, но, на самом деле, оно... Ну, менеджер, на самом деле, скорее всего, да. Не, 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 на самом деле, нет. На самом деле, это, типа, техноэкономическое, это, ну, мой факультет, он называется, экономическая кибернетика. Это на стыке математики, программирование и экономика. Ну, понял, да. Ну, прогрессивно прогрессивно. Вот такая вот наука, да. Ну, это, я закончил университет в 2011 году, и сейчас работаю... Ну, если взять на стыке трех технологий, типа, одну технологию. Ну, понятно, понятно. Ну, хорошо, мне приятно было побеседовать с адекватным, разумным человеком. Если хотите, заходите, если хотите, заходите на мой канал, я думаю, вы не... Я же вам ответил. Если вы имеете в виду укророссийский военный конфликт, я отношусь к нему отрицательно. Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем. Я же это высказываю. Да, ну, хорошо, это ваша фантазия. Мне это все видно. Я, как бы, снова встречу. А я бы сейчас хотел бы от вас услышать вот то, что происходит в реальности. Ну, меня это огорчает. То, что российская армия слила Харьковскую область, я сильно огорчу. Я даже уже не наблюдаю за событиями, чтобы не расстраиваться. Если что-нибудь глобально, я услышу и так. Ладно, хорошо. А если Белгородскую область? Кто, Украина? Ну, так это... Ну, не как Украина, а как протекторат. Нет. Это вы имеете в виду, чтобы... Есть такая у вас предмет гордости в Украине? Это мапа 1918 года. Нет, действительно, вот половина... Нет, я вам поясню. Половина Белгородской области и Воронежской была в УНР в 1918 году. По Брестскому миру отдали, да. И именно в 1918 году Украина занимала максимальную за всю историю территорию. За всю историю. Именно в 1918 году. Вот полгода, да. На самом деле, на самом деле, нет. Это нарисованная карта. На самом деле, типа, она не лежала. Я... Ни политически, ни военно, ни экономически. Я... Вопрос лишь в том, что вот если вот случится такой момент, когда нет, когда Российская Федерация ждет третий разлом. Ну, я понял вопрос. Как вы отнесетесь к, так сказать, аннексии современных российских территорий? Я вам так скажу. Если дело пойдет вот по вашей вводной, то есть вы выигрываете, примем вашу вводную. Я согласен, чем больше будет Украина, тем лучше там с Кубанью. Ну, именно продолжая вашу вводную. И с Кубанью, с Белгородом, с Воронежем. Почему? Если вот сейчас заключать по современным границам, или по границам месячной давности перемирия, то Украина сожрет Харьков и Одессу, и не будет через месяц такого города, как Харьков. На его месте будет мисто Харьков. Сожрет, задавит Укромова и так далее. А если Украина присоединит, вот как вы презюмируете территории, паранексируете, якобы как в 2018 году, то она не сможет так брутально насаждать мову, как насаждала бы в усеченной Украине. Поэтому тут какой-то будет позитив с точки зрения трудности этого насаждения вашей культуры на эти территории. И в том числе и в Харьков. Я знаю, как в Харьков задавливали мовой, вплоть до того, как мэрия сопротивлялась, чтобы метро переделывали на мову. В 97-м году. Я в курсе, у меня знакомые в мэрии были. Смотрите, в нашей современной украинской истории есть такой, типа, хороший пример. Он когда-то работал в контексте войны 14-го года, где были повалены, типа, памятники с Ленин, туда российская армия не пришла. Ну, здесь это сепаративно. Так. Надежда поздали. Ну, с Ленина вообще оригинальная. Вот туда пришла российская армия. Ленин. И убила, типа, в большинстве лояльное к России население. Ну, я понял. Это вообще очень странный момент. Очень странный. Как теперь отступиться к этому Харькову, он по общению с моими друзьями-харьковчанами, они теперь не согласны, чтобы Харьков назывался Харьковым. Они действительно хотят, чтобы Харьков называли Харьковым. Ну, ключевое слово, ваши друзья. Я согласен, что есть небольшая прослойка, которые так хотят. Но это уж очень небольшая. Это небольшая, но очень буйная и политически сильная. Я лично категорически против, чтобы в английском меняли О на Ай, предпоследнюю букву. Должно быть академическое, как в словарях. Гардвард в словаре Оксфорд. Ну, это же вот эти все танк трипции, которые пишут английскими буквами, это типа зависит от транслитерации. Что-то типа, вот как звук произносится, так его и пишут. Ну, это неправильно. Если... Почему? Если в советской транслитерации Киев был Киев, то сейчас Киев это Киев. Ну, это говорит о несолидности города. Москва как была Москва 20 лет назад, и при коммунистах для американца была Москва, так и сейчас она Москва. Или там для немца. Потому что Москва солидный город, и негоже менять транслитерацию в зависимости от той власти, которая установлена в Москве или в России. А вы вот поддались. А вы тоже солидный город, даже древнее, чем Москва. Ну, солидный по древности, не по урбанизации, а по древности. А вы поддаетесь, как будто мелкий городишко, который меняет в зависимости от транслитерации языка. Это плохо. Что там плохого, абсолютно ничего не вижу. Допустим, вот такой город по имени Пекин. Олимпиада в Пекине, она называлась Бейджинь. Они поменяли, это тоже плохо. Менять солидный город не меняется. И он есть в Нью-Йорке, он остается Нью-Йорком, что бы там ни было. Если он встретит в транслитерации, звучит как Бейджинь, а не Пекинь, то... Ну, я понял. Я не знаю, как и китайского языка, но, типа, я уверен, что Бейджинь – это максимально созвучная... Ну, китайская транслитерация максимально созвучная. Я понял вашу мысль, да. Но, тем не менее, тем не менее, я понял. Поэтому, возвращаясь к названию городу Киева, основал Киев не Киев, а Киев. Ну, я понял. Это вот аргумент хороший, потому что Киев – это производная от некоего имени, от фестнейма. Киев, Киев, да. Ну, это, ладно, это уже долгий разговор. Хорошо, а где вы смотрите? Ну, я вам сейчас напишу канал свой. Или Ден Клуб, запомните? Ден Клуб. Ден – это как... Ден, деньги, Ден. А, сейчас, момент, это язык не переключился, сейчас. Чем поищу? Ден Клуб. Ден Клуб. Клуб через Киев или Киев? Сейчас я вам напишу. Вот. А, прям... Киев, да, что-то... Окей, хорошо. Посмотрим. А, нет, парень, нет, что-то... Ну, Пендулум Олег Ден Клуб должен быть там. Олег Ден Клуб. А, у вас на канале, на аватарке что стоит? Ну, Газпром стоит. И канадский, и флаг Торонто над ним. Пендулум. Да, да, да. Пендулум Ден Клуб. Словно, хорошо. Ну, хорошо, приятно было побеседовать. Всех благ вам. Желаю вам лично... Желаю вам лично не пострадать от этих военных действий. Ни вам, ни вашей семьи, ни вашего имущества. Чтоб все у вас... Чтоб все у вас было цело. Чтоб все у вас было цело. Уже... Уже поздно было. А, что, что-нибудь пострадало? Дача, что ли, или что? Квартира? Все живы-здоровы, но, типа, нет. Ладно, нет, ну, в эфире этого... Ну, я понял, да, какие-то дэмэджи есть. Ну, я понял. Ладно, успехов, всех благ, спасибо за беседу. Бизон слева. Вопросы есть у вас какие-нибудь интересные? Да, а где вы взяли такую хребку? Купил. Где? В чаннис-стори. Нет, не в чаннис-стори, это... В... В бездбайе, в бездбайе купил. Ага, я зрозумела. А вы ветеран? Да, Первой мировой войны. А что за пранка кашки? Ла худра. Я говорю, Украина и Россия. Отрицатель... Отрицательно, значит, я бы... В войне, я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем. Ладно, ехал. А соседка, он был совсем неразговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские, это какой чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидят всегда. Просто потому что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Голыдьку всякую прочую. За станицы родные, за луга. Заленые, да за царскую вонщину. Без лишнего шума узнаю, кто сейчас здесь... Стоит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра... Совместно стою. Это очень опасно. Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Харкафовский был. Мы сделали украинский угол, и мы начали. Летаясь, да, да. Украина, кто? Украина, кто? Что же? Ну, по крайнейшему. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть простойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Киева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная! Давай на смердный бой! Ты нашинской силой немною! Сраншевой чумой! Сраншевой чумой!